Итак, всем привет, с вами Довгай, и мы продолжаем играть за Пруссию, но и не Германию, Виктория 3. В прошлой серии мы отвоевали с Австрией, сформировали как раз Германию, вышли на первую позицию по ВВП. Как вы можете видеть, я уже немножко сделал разные вещи с нашей экономикой, у нас было минус 300 тысяч, в конце я прошла серия, сейчас у нас минус 23 тысячи. В основном я просто обратно наши дивизии перевооружил в не очень хорошие шаблоны, кстати говоря, у нас ее как-то многовато этой армии, да, по ощущениям. Ну да, немного многовато, но в целом ничего, много не мало, хотя этих людей можно какие-нибудь заводы отправить, это будет поплезней. Я тут уже строительные сектора заказываю новые, немножко переорганизовал, что мы строим, посмотрел, что у нас на рынке после окончания войны. Ситуация такая, я бы сказал, любопытная. У нас очень много чего не хватает, а чего-то очень много, вооружение, война закончилась, оружие никому не нужно. Я также отменил субсидии на вооружение, потому что, опять же, сейчас нам оно не нужно, куда-то кто-то у нас будет покупать, будем продавать, в других ситуациях неинтересно. И я позвал к нам в Швейцарию и Швецию в наш рынок. Сейчас мы на паузе, поэтому они еще не в нем, но в целом после синдзя паузы они присоединятся. Второе мы также здесь на дороге, у нас здесь много что не присоединено к нашему рынку, это тоже влияет неплохо на нашу экономику. И самое главное, чем мы будем заниматься в основном в этой серии, это колонизация Африки, плюс переход экономики на новые уровни. Во-первых, у нас, давайте зайдем в технологии. Сейчас откроется вот эта технология, мы сможем новый метод строительный получить, и нам теперь нужно будет просто тонна стекла и просто тонна стали с очень большим количеством дровчатки и инструментов. Это все мы сейчас будем застраивать. Соответственно, раз мы будем делать стекло, нам понадобится... Мне здесь не показывается, нам понадобится очень огромное количество... Давайте когда идем в воззаводы... Огромное количество свинца, огромное количество красителей и огромное количество угля, железа, и получается еще большее количество инструментов. И мы уже можем строить электричество, так что потихоньку мы также будем застраиваться электричеством, вместе с ним строить двигатели. А вместе с двигателями нам понадобится еще большее стали, еще больше угля, и опять еще больше инструментов. Очень много угля и стали мы сможем как раз-таки найти в Южной Африке, в Центральной тоже. Мы, соответственно, сейчас исследуем вот эту технологию. Это даст нам возможность строить за счет капиталистов. Я вам это все покажу, когда мы на них переключимся. А затем мы пойдем до профилактики малярии, чтобы начать все это колонизировать вперед других держав. Потому что ресурсов здесь очень много. Если мы их полностью застроим, будет очень-очень неплохо. Ну, в случае, поехали. Кстати говоря, вот у нас ивентик на объединение Германии. Можем получить авторитет, либо лояльность. Я получаю лояльность. Авторитет нам сейчас не сильно нужен. Кстати говоря, мы тут по законам тоже должны кое-что сделать. Берем из себя свободную конкуренцию. В сумме с вот этой новой технологией даст нам очень много денег от капиталистов. А еще кое-что, что я сделал и забыл сказать. Это мы теперь поддерживаем профсоюзы. Выраженные силы мы больше не поддерживаем. Налоги мы снова, точнее, по-моему, я их не менял, но высокие. Зарплаты низкие. И начинаем поддерживать профсоюзы, чтобы продвигать законы, которые помогут нам повышать население, повышать рабочую силу. Профсоюзы дают возможность продвигать очень хорошие законы. Вот и готовое сооружение. Можем переключить строительный сектор, но пока не весь. Пока давайте, во-первых, централизируем как-то наши сектора. Разбросы, наверное, не сильно эффективны. И, собственно говоря, будем потихоньку переводить. Давайте Франконию, потому что я там сейчас буду много строить. Цены поменяются, но у нас, в принципе, это устроится. Смотрите, видите, у нас древесины очень много не хватает. Она начнет сейчас спадать. Поэтому я древесину не устрою, хотя у нас ее очень жесткая нехватка, потому что большая часть спроса это как раз-таки эти строительные сектора. А мы, кстати говоря, появились в свободную конференцию. Все отлично. У нас сейчас уже должны вырасти деньги, да, видите, из инвестиционного фонда примерно в два раза. После технологии это число повысится еще. А пока мы думаем, что взять нам в законах еще. И делаем мы вот что. Меняем, добавляем нам профсоюзы. И теперь попробуем запретить детский труд. Потому что это даст нам дополнительное образование. И переводим уже второй сектор еще, баварский, на новые конструкции. У нас нереальная нехватка стекла, но мы ее сейчас потихоньку закрываем. Видите, стекло строим. У нас новые... Новые игры от стали литейных заводов. Мы его обязательно применяем. У нас понадобится больше железа, но это окей. И, кстати говоря, надо все переставить вот эти вот добычи, потому что мы захотели в новой территории. И здесь что-то не так, как было у нас. Вот наш инвестиционный фонд потихонечку. Ну как, не то чтобы прям растет, но держится на хорошем уровне после уверенного роста. Ну и микро-микро рост у него появляется периодически. Но реальный рост у него будет вот с этой технологией. У нас появится очень много капиталистов резко. А вот она и есть. Идем переключать сектора, точнее сооружения. И нам неблагоповезло. Мы взяли закон достаточно быстро. Теперь мы можем начать повышать наше образование. И теперь она подумает над следующим законом. И мы совершим страшное. Мы будем защищать свободу слова в нашей стране. По той простой причине, что это дает плюс 25 распространение технологий. Когда здесь есть минус 10. То есть получается мы получаем плюс 35%. Это очень даже сильно. Возможно, нам сейчас придется немножко правительство изменить. Но, наверное, вот так вот мы сделаем. Мы не можем от вооруженных сил избавиться. Потому что там наши правители. Это у нас даст слишком жесткие минус легитимности. Но вот так это дастся плюс легитимность и плюс шансы. Так что теперь будем двигаться по сторону защиты свободы слова. Затем, наверное, попробуем дать регулирующие органы поставить нам. Потому что условия труда бы тоже улучшить, чтобы смертность понизить. Но прямо сейчас нам нужны технологии очень сильно. И потом посмотрим, что-нибудь еще будем делать. Но я думаю, мы будем двигаться к плюс-минус либерализму. Я пробовал здесь двигаться к социализму. Проблема в том, что Советская Республика запрещает нам пользоваться благами капитализма и инвестиционным пулом. И получается, командная экономика, несмотря на то, что здесь потенциал налогообложения больше, вы не получаете вот этих вот денег. Сейчас эти деньги небольшие. Через некоторое время эти деньги будут просто огромными. Следовали мы цивилизаторскую миссию. Движемся к профилактике малярии. Соль 3 года нам понадобится. И после этого мы начнем полноценно колонизировать всю Африку. И вот я уже почувствовал, что наша экономика плюс-минус окрепла. И мы переводим все 505 секторов на стальные рамы. Это у нас, конечно, обваливает опять стекло и сталь, баланс. Но мы сейчас их будем достраивать как бы нормально. Технически это всего лишь делает дороже стройку. Но благодаря этой увеличенной стройке мы быстрее этот минус покроем. И наши доходы постепенно растут. Точнее наш баланс. Ну-ка. Не дают нам посмотреть на динамику баланса. Ну ладно. А вот динамика баланса. Но это не доходы растут, а это падают строительные расходы. Потому что мы удешевляем это безумно дорогое на данный момент стекло и сталь. У нас тут нехватка казалось зерна. Но это только потому, что у нас 23 тысячи зерна выкупают. Просто посмотрите на эти цифры. А вот мы приняли свободу слова. Теперь наши технологии будут очень-очень неплохо так капать. Сразу во всех этих. И плюс мы еще точечно будем исследовать то, что нам надо. И теперь идем к гарантии свобод. Она очень-очень сильная. Смотрите, она уменьшает радикализацию, повышает лояльность. За это интеллигенты. Так что будем сейчас интеллигентами продвигать этот закон. Потом посмотрим. Наверное, мы что-нибудь сделаем с гражданством и церковью и государством. Ну и там. Хотелось бы еще права трудящихся защитить. Но мне пока что хотелось бы уменьшить количество радикалов в нашей стране. И при этом увеличить лояльстов. Лояльсты, видите, очень-очень полезны. На самом деле, потому что они дают одобрение всем партиям. В свою очередь, эти партии дают нам очень приятные бонусы. И вот, посмотрите. Благодаря нашим постройкам. Раньше мы тратили 800 тысяч. Но строительство теперь всего лишь 400. И мы уже имеем плюс 400 тысяч. У нас на самом деле огромные деньги с пошлин. И это очень неплохо. Получается, наша экономика очень даже неплохо работает. Ну и, очевидно, как бы, ВВП у нас уже на первом месте. И очень-очень мы отходим далеко от Франции. И так вот кажется, что мы пофиксили на конец проблем со стальным стеклом. Но наше правительство наносит ответ на удар. И делает открытые рынки. Повышая количество услуг. И снова взвинчивая цены на стекло и сталь. Но мы хотя бы более-менее готовы. И сейчас можем еще допроизводить. Кстати говоря, я вижу, что очень много нужного угля. Но у нас появляется новая проблема. Постепенно у нас скончаются рабочие просто в стране. Говоря, помните, я говорил, что инвестиционный пул будет расти. Вот он уже вырос примерно в два раза. И это не пределы ему. Наши доходы только растут, как и наш ВВП. Уже 60 миллионов разница. И это мы все еще не применили электричество. Потому что мы только сейчас переходим на сталь. И мы все еще не полностью перешли на сталь. Потому что нам еще нужно стальные вагоны будет поставить. И только потом мы начнем переходить еще или на электричество. Но с такой вот строительной промышленностью это будет несложно. Кстати говоря, здесь начинаются восстания какие-то в Африке. Как мы исследуем профилактику малярии, мы начнем календировать еще быстрее. Восстания будет больше. Африка покрасится намного быстрее. На фоне нашей сверхприбыли я решил снизить налоги. Собственно говоря. Чтобы у нас было меньше радикалов. И сейчас, я думаю, они начнут падать вниз. А лоэлисты еще больше расти. Потому что, опять же, иметь одобрение партии очень-очень приятно. И, кстати говоря, я передумал. Сначала возьмем регулирующие органы. Потому что нам жутко не хватает населения. У нас прирост полтора единицы. Но все равно. Отлично. Мы можем теперь бороться с малярией. Но все равно у нас постоянно подходит лимит населения. Вот они кто-то где-то появляются. Мы снова можем что-то подстроить. Но это все очень ограничено. И вот мы наносим еще один удар по стали. Повышая наши железные дороги до стальных. И уже, на самом деле, это пора нам застраиваться электричеством. Я там заказал достаточное количество всяких потребительских товаров. У нас сейчас просто не хватает и мебели, и одежды. Все это у нас в заказе. После этого мы начнем жестко застроить электричество, чтобы перейти на электричество и освободить себе много рабочих мест. Потому что рабочие просто заканчиваются. Вот мы и приняли регулировку труда. Надо теперь настроить бюрократии. И начать также их развивать, чтобы снижать смертность на работе. А еще нам нужно сменить меркантилизм на протекционизм. Во-первых, это даст нам чуть-чуть больше денег. Но это не самое главное. Самое главное, что я заметил. У нас не так, что есть сильно много денег от инвестиционного фонда. А это по той простой причине, что у нас торговые центры, все еще купеческие гильдии. Если мы перейдем на частную собственность, у нас прибавится просто с куста 300 тысяч капиталистов. И именно это нам и нужно. А теперь у нас еще появились паровики. Посмотрите, сколько рабочих мы будем освобождать. Каждого апгрейда. Это просто безумные числа. Благодаря этому мы сейчас сможем намного больше этих рудников построить. А вот мы перешли на протекционизм. И самое интересное. Наш ВП вырос уже в два раза. Мы уже более чем на 100 миллионов опережаем Францию. В два раза он вырос меньше, чем за 10 лет. В 67-м мы начали. Получается, всего лишь за 7 лет мы его увеличили в два раза. Постепенно мы проникаем в Африку. И я полагаю, в один момент я бы хотел вернуть себе Эльзас, конечно же. Но пока что я с Францией очень плотненько торгую. У меня здесь очень большие, видите, торговые отношения. Поэтому я бы не спешил воевать. К тому же, что захватить мы у них можем не так уж и много. Скорее всего, мы будем захватывать Австрию. Ну и, конечно же, африканские какие-то территории. И пора увеличивать налоги. Поедем мы в пропорциональный налог. Тогда с нам кучу бабок поддерживают. И их профсоюзы эти налоги. Так что поехали. Помните, я говорил им деньги с инвестиционного фонда? А вот они. Они почти что полностью покрывают наши строительные товары. Получается, мы строим бесплатно 1400 единиц строительства. Представляете, какое безумие? В Африке у нас периодически тут происходят вот такие вот конфликты с мелкими странами. Вот как сейчас Восстание. К той простой причине, что колонизируем мы очень много и очень быстро. Как вы можете видеть, да, всего лишь по 2 месяца на пробку улетают бы очень быстро эти страны. Еще это захватываются. И, собственно говоря, это одна из тех причин, почему я не нападаю. Возможно, кто-то спрашивает себя, да, спрашивает меня, хочет задать вопрос в комментариях. Почему я не нападаю ни на кого? У меня так 50% дурной славы. И со скоростью вот этих конфликтов я не хочу как бы рисковать против себя, собрать какую-то коалицию стран. Поэтому после того, как мы колонизируем всю Африку, и мы уже перестанем получать вот этот рандомный, да, рандомнотики дурной славы, потому что, я напоминаю, вот это вот дает нам дурную славу, мы уже будем захватывать территории в Европе. Ну, или там Китай, Индонезии. Но, скорее всего, в Европе, потому что Австрия. Здесь очень даже населенные регионы, с очень даже насыщенными ресурсами. Но вот Австрия не будет ими управлять, поэтому мы потом и поможем, поможем немцам добиться той самой дисциплины и эффективности. Хотел это мирно тут развиваться, да? Как Австрия внезапно такая, а давайте-ка мы зайдем за рандомную страну в Африке. Ну что ж, ну зайдете, ну не выйдете, я полагаю. Стоило мне всего лишь сменить нашу армию на новый уровень, и Австрия подумала, ну нахер и свалила. Правильный выбор, Австрия, правильный выбор. Еще один мем, мы уже настолько хорошо прокачались, что нам не распространяется технология, мы выше и дальше всех стран по всем технологиям. Нам не одна технология больше не распространяется, все. Но я думаю, какие-то старые технологии, типа вот, ну, отдаленные, которые не качают, какие-нибудь морские вот здесь, или там, не знаю, вот что-нибудь такое вот здесь. То, что я прямо сейчас не хочу брать какая-нибудь общество, мне в принципе будет в один момент распространяться, но сомн факт того, что мы впереди всех, забавный. Я думаю, в принципе, прошло уже почти двадцатка лет. Мы подняли ВВП в два с половиной раза. Следующая за нами страна отстает от нас на двести шестьдесят миллионов. Это больше, чем страна, которая была в самом начале серии, да. Я предполагаю, что это отставание будет все увеличиваться. Наш рост населения уже скоро достигнет двух процентов. Я даже не уверен, почему он такой большой. Видимо, к нам очень хотят мигрировать, потому что у нас везде есть рабочие места. У нас постоянно идет какая-то стройка с две тысячи единиц на строительство. У нас уровень жизни средний двадцать три и один. Ребята, представляете, как же в Германии живут? Ну и образованность растет. Мы по технологиям уже впереди буквально всех стран. Нету ни одной технологии, которой у нас бы не было, была у кого-то еще. Получается, это мы только распространяем всем технологии, что, опять же, прекрасно. И я думаю, да, на этой хорошей ноте можно закончить. В следующей серии мы добьем уже Африку всю. Тут осталось немножко доколонизировать. И начнем, я думаю, расширяться в Европе. У нас здесь есть куда расширяться. Плюс-минус. Нам бы единственное, у нас плохая репутация, просто жесть, как много. Даже, даже не знаю. Но в один момент точно начнем. И, возможно, куда-нибудь в Китае здесь какие-нибудь порты получим, что-нибудь получим. В целом, у меня ресурсы есть и в Европе. Но какой-нибудь порт, точка сбыта и точка закупки сырья, как Китай, очень подойдет. В любом случае, ребята, с вами был TopGame. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok